В окружную клиническую больницу Хантамансийска поступил новый беспроводной электроэнцефалограф. Аппарат позволяет определить стадию патологического процесса и выявить пораженные отделы центральной нервной системы. Методика эта эффективна и безопасна в диагностике детей. Подробнее в сюжете Дарьи Минаевой. Наносится гель. Вот знаете, проводки. Специальный гель. Так, затем, после того, как мы нанесли гель, мы надеваем шапочку. Сначала рутинная электроэнцефалография, 20 минут исследования. После – вторая процедура. Ее ребенку проводят уже во время сна. Каждому пациенту индивидуальный подход. Засыпают все по-разному. Поэтому диагностику делают и днем, и ночью. В некоторой активности эпилептифорны проявляют себя не в фазу бодрствования, а именно во сне больше. В этом смысл этого исследования. В отличие от рутинного. Бывает, что на рутинном ЭГЭ все нормально, все в порядке. А во сне можно увидеть какие-то изменения. Раньше эти приборчики все были, блоки питания на провода, соответственно, ограничивало движение, перемещение пациента было неудобно. И компьютер приходилось ставить непосредственно в близости. Аппарат реагирует на каждое движение пациента. Открыл глаза, повернулся на бок, кривые в программе меняются сразу. Протокол выдает система автоматически, но уже заключение делает сам врач. Идет синхронная запись самого исследования и видеозаписи. То есть, если вдруг мы смотрим, если мы исследуем без камеры, мы смотрим, какие-то изменения на кривых нам не нравятся, заподозрили, что тут какой-то, возможно, приступ был эпилептический или еще что-то, то с помощью видеокамеры мы можем проверить в это время, действительно что-то было, или ребенок как спал спокойно, так и спит дальше. Обмороки, частые головные боли, проблемы со сном, шум в ушах. При этих показаниях видеомониторинг головного мозга точно необходим. Проводят его, чтобы исключить или подтвердить наличие различных патологий, в том числе эпилепсии. Мы выехать не могли в другой город, чтобы это сделать. А когда узнали, что у нас проводят, обрадовались, сразу давай звонить, узнавать, как сделать и как попасть. Вот и попали в числе первых. Мы хотим пойти дальше, но без этого исследования нас не берут. Поэтому сначала сюда, потом дальше на обследование, лечение. Новый аппарат помогает врачам поставить более точный диагноз и при необходимости скорректировать терапию. Дарья Минаева, Александр Шимолин, Вести Югория, Хантамантиск.